Поехали. Видео снимаешь? Да. Итак, стажировка у меня началась в сентябре. Должен был я ехать на Испанию. Однако возникли кое-какие проблемы. И в Латвии я пересел на машину с мешком, на которой я ездил в Подмосковье, выгрузился, так как очень хорошо съездил, так как там водитель был очень опытный. Всему у меня точнее не всему, а много у меня научил и многое показал. На растаможке мы неплохо провели время, пожалили шашлыки там. Получилась такая очень веселая атмосфера хорошая. Можно сказать, разрядочка легкая. Хотя, в принципе, это мне перегрузился, скажем так, психологически. После этого появился, наконец-то, реприжератор, на котором я мог отстажироваться. Однако, там тоже были кое-какие нюансы. За мной приехал опять-таки грузовичок, для того, чтобы перекинуть меня, подвезти к моей машине, на которой я буду стажироваться. и, таким образом, я попал на машину, на которой я отстажировался. Я съездил с водителем, который был на той машине, выгрузил груз, как бы, и приехал на базу, для того, чтобы сменились водители. Сменился, получается, водитель, которого были кое-какие проблемы, на того водителя, который меня уже отстажировал окончательно, с которым я съездил на Германию. И вот, вы можете наблюдать, по каким дорогам меня прокатили, эксклюзивным. Вот. Ну, тоже было достаточно очень даже таки интересно все. Больше всего мне понравилось плавать на пароме, так как ты там ничего не делаешь, естественно. Отдыхаешь по полной, хорошо питаешься, высыпаешься, у тебя есть все время душ, то есть, ходишь, как будто на курорте. А вот такие вот виды я наблюдал в столовой, в которой кушал и смотрел на Балтийское море. Находимся на пароме. Ждем регистрации. Загнали так. Что у нас, да? А, не Каунус, да. А что у нас? Что у нас? Клайпидо. Клайпидо. Каунус не портовый город. Вот такие вот в Балтийском море стоят ветрики. Впереди бирс, к которому припаркованы яхты парусные или зашвартованы яхты. сейчас корабль выполняет разворот на месте. и будет боком парковаться к пирсу, да, к пристани. А вот как в ускоренном режиме выглядит данная парковочка. швартуются корабли. Вот так вот выглядит выезд из корабля по команде какого-то там регулировщика. В тот раз ничего интересного в Германии я как-то не записал. Но были парочка моментов. Например, вот. А вот тоннель под рекой. Вот мы сейчас едем под рекой. в Гамбургере В общем, еду по Гамбургере. В Гамбургере едем. Дорога на Ханновер. Дорога Дорога обратно у нас лежала снова через паром и снова мы выплывали из города Киль. Вот такая вот получилась у меня стажировка, которая продлилась 18 целых дней. в Гамбургере